Креативная, деятельная и с нестандартным мышлением. В моду она попала не случайно. Наталья Андреянова проявила себя в этой сфере во многих качествах. От модели, директора агентства и организатора показов, до автора собственных коллекций и владелицы бутика. Мы жили очень скромно. А одеваться и вообще желание одеваться, желание быть как-то связано с модой, с красотой, было огромное. И, наверное, выручал папа, который умел шить, но шел он всегда, честно говоря, очень авангардные вещи. И у меня гардероб всегда был либо это синий спортивный костюм олимпийский, единственное украшение это ключи от квартиры, либо очень авангардные костюмы от папы. Здесь проводились конкурсы. Одно время было это очень модно и актуально. И вот я попала в этот поток, и в нем и осталось. И мне настолько стало интересно не столько даже участие в конкурсах, а сколько непосредственно развиваться просто в этой сфере. Коллекция продавалась. И надо сказать, что многие, кто приходят даже в магазин, говорят, а мы вот нашли платье, оказывается, когда разбирали гардеробную. Это, простите, было очень много лет назад. И там вот сиреневая этикеточка. Это вот выжи получается? Я говорю, да, раньше вот самая первая коллекция была с сиреневой этикеткой. И, безусловно, тогда это было первое. Тогда были только ателье и московские дизайнеры. И, конечно, я рискнула. И я считаю, я, по крайней мере, ничего не потеряла, а приобрела такой творчески хороший результат. И в будущем он вылился в магазин. Открывать всегда что-то новое сложно. Это, ну, скажем так, не секрет. Но открывалось все не на пустом месте. Конечно, всего не просчитаешь. Конечно, когда ты начинаешь, первый день выходишь на работу и понимаешь, что, ой, а я этого не знала. Но помогает опыт прошлого, помогают определенные связи, помогает какая-то известность. Но нового и вообще незнакомого и сложного очень много. Но опыт организации, недель мод, вечеринок, светских событий, он колоссален, он огромен. Потому что это сам по себе деятельность, по организации мероприятий, поверьте, мне гораздо сложнее. Мода, она сначала делается, ну, сначала делаешь просто, потому что ты не можешь этого не делать. Ты делаешь, потому что ты хочешь, потому что ты знаешь, ты хочешь реализовать какие-то свои амбиции в том числе. Ты хочешь реализовать свой опыт, свое видение красивого, прекрасного. И вот только потом, если что-то получится, может быть, сойдутся звезды, и, безусловно, ты будешь в прибыли. Я их, ну, условно разделяю, да, на те, кто готовы рисковать, и те, кто остается такими неизменными классиками, которые требуют вот этого качества и итальянского стиля. И вторая категория людей, которые нравятся всегда что-то экстремальное, что-то необычное, что-то вот именно то, наверное, зачем идут в бутик. То, что не увидишь просто на прилавке, то, что не скопируют масс-бренды, потому что это просто будет дорого. А те, кто хотят экспериментировать каждый сезон, за что там говорить, каждый месяц, каждый шоппинг, и они уже готовы изучать новые формы, это пробовать на себя. Но в основном все-таки предпочитают, зная там свою фигуру, там, вот классические какие-то вариации стиля. Мне кажется, люди будут повышать и повышать свою планку, это однозначно, но желание платить за это будет ниже. Это нормальное явление, мы с этим работаем. Вот, как я говорю, магазины еще плюс что-то. Вот не просто бутик, а бутик еще плюс, и еще плюс, и вот тогда будет какой-то, да, окей, я сюда еще раз вернусь. Как мне кажется, что это финансовая грамотность, однозначно, это творческий подход, это сервис, и это всегда какое-то вот немножко присутствие авангардизма. И вот, наверное, рецепт. Ну вот над каждым пунктом работать надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok